доброе утро привет всем моим дорогим дорогим очень любимым читателям и смотрителям форума после можно сказать большой очень перемены в 4 месяца может даже больше чем 4 мы возвращаемся то есть я возвращаюсь есть небольшая причина так сказать и того что долго не было новых роликов причина это заключается в том что у нас пополнение в семье у нас родилась девочка то есть у меня вот габриэль 28 октября 2013 года вот но так сказать потребовалось время какое-то прийти в себя и вот перед новым годом так сказать маленький подарок всем форум моим фручанам практически можно сказать сегодня немножечко такое неожиданное скорее всего будут такие у меня неожиданные репортажи из машины потому что времени другого теперь у меня сильно много свободного нету чтобы сесть дома и с чувством расстановки и спокойствия все рассказать поэтому буду я делать это в дороге по всяким моим разным делам в данном случае еду сегодня утром на учебу которую я надеюсь закончить уже в январе то есть следующем месяце а пока вот у нас есть возможность во время дороги с вами беседовать вот будем этим заниматься сегодня я бы хотела поговорить на тему такую очень много вопросов я получаю уже вот как год потому что уже даже больше года в августе был год как вышел мой канал на youtube и и уже с первых передач я получаю этот вопрос с первых передач с первых роликов я получаю бесконечно один и тот же вопрос который естественно важен и интересует людей которые собираются приехать которые уже в пути это вопрос первого жилья в канаде который естественно является любопытным насущным и очень так сказать ну можно сказать один из первых и самых важных вопросов а где же мы будем спать и где будут наши вещи и где мы будем жить значит смотрите тут такой такой у нас расклад ну во первых вы помните что в основном в принципе я в данном случае вещаю так сказать все с точки зрения квебека провинции квебек хотя по большому счету этот вопрос может быть в принципе идентичен я думаю во всех провинциях но опыт мой пока что может подсказать только лишь о том что происходит в квебеке кстати возможно в ближайшее будущее я уже буду рассказывать о торонто ну это маленькое такое отклонение значит что касается первого жилья естественно как когда мы приезжаем в канаду у нас есть здесь друзья или родственники этот вопрос снимается вообще очень быстро с нашего списка чек-листа что нам нужно сделать потому что либо мы можем перекантоваться у наших друзей или родственников или для того чтобы никому так сказать не наедоедать то можно попросить тех же родственников или друзей снять для нас жилье ну это как сказать и логическая очень такая цепочка и очень простое решение но у очень многих из нас к сожалению или нету друзей или нету знакомых а тем более родственников в канаде и что тогда нам делать тогда у нас есть по большому счету три варианта первый вариант это когда мы обращаемся в какое-либо агентство агентств миллионные набрав в гугле в принципе там помощь при приезде в канаду и так далее есть очень много поисковых ярлыков которые можно вписать нам выйдет очень много компаний которые занимаются назначить обустройством и иммигрантов новоприбывших в канаду и они могут вам и снять жилье арендовать как на длительный период так и на короткий период квартиру дом что вам за благорассудится естественно за это вас с вас возьмут определенную стоимость естественно вам придется заплатить за эту услугу но зато вы со спокойной душой приедете в в канаду и вас уже будет где так сказать спать жить но минус этого является тот что вы не знаете насколько можно доверять этой компании то есть вам нужно будет ее хорошо проверить и знать что ей можно доверять во вторых в принципе снимать будете квартиру не вы а для вас поэтому как бы будут ли учтены все ваши желания и все что вы для себя представляете необходимым для жизни в этой квартире это вам тоже никто не гарантирует то есть будете наслаждаться тем что имеется это это тоже как бы большой минус но это так сказать все варианты возможные и очень реальные люди это делают люди это делают значит так что это первый вариант когда для вас снимает компания то есть какая-либо компания или агентство которые помогают которые помогают новоприбывшим иммигрантам значит второй вариант это когда у нас есть возможность самостоятельно не заранее ни о чем не договариваясь потому что часто есть разные ситуации иногда у нас даже нет времени собраться в канаду если допустим люди едут по рабочей визе часто бывает так что от пришел все пришел заказ на работника работа начинается буквально там через две недели вам нужно в попихах собраться приехать и как-то все это быстро обустроить поэтому в таких случаях как правило снимается на месте уже когда вы приезжаете какой-нибудь отель какой-нибудь с дешевым проживанием часто есть с завтраками значит ну это в принципе элементарный самый тоже простой такой вариант да который приходит любому разумному человеку на ум это как бы снять номер ну не в гостинице уже такой дорого но в каком-то мотельчике таких здесь бесчетное количество в каждом городке даже в самом вшивом городочке поэтому это никогда не будет для вас проблема единство что нужно будет конечно же как и в любом другом из вариантов запастись какими-то деньгами на первое время по поводу вопрос денег это как бы уже обсуждалось у нас как-то была тема и мы еще об этом будем говорить да и есть в общем-то очень много таких тем на разных формах о канаде третий вариант я могу сказать что это вариант которым воспользовалась наша семья при приезде в канаду и это тот вариант который в общем-то очень популярен в канаде это вариант который называется саблет саблет это когда вы приезжаете жить в жилье на длительный или короткий период как правило это короткий период на съемную квартиру вместо каких-либо других людей то есть объясню например вот я канадская семья да которая живет в квартире и допустим мы по какой-то причине вот сейчас решим переехать в другой город или мы вот допустим купили дом или просто нам нужно переехать нам нужно съехать с этой квартиры в которой мы живем или в доме в котором мы живем не важно и у нас остается еще какой-то срок чтобы дожить чтобы дожить в квартире то есть месяц два или три и такая ситуация складывается что в принципе платить хозяину за эти оставшиеся месяцы мы не хотим ну естественно это большие деньги а ищем себе подмену то есть ищем кого-то кто вместо нас будет жить то есть конечно это могут быть местные канадцы или ребята какие-нибудь из канады или из нашего города которые могут заселиться вместо нас но очень часто такие объявления вы можете увидеть на тех же форумах о канаде когда ребята сдают по саблету вот и в таком случае чем это выгодно для вас ну во первых вы всегда можете как бы сблизиться с этими ребятами с людьми значит которые дают это объявление вы можете их попросить о том чтобы они вам сфотографировали показали пообщаться в конце концов по скайпу спросить все вопросы о квартире с дружице и вплоть до того что как в нашем случае это было ребята андрюша и оксана замечательная семейная пара которые помогли нам вообще в первое время то есть вплоть до того что первый раз хотя бы свозить вас в магазин да там объяснить про какие-то элементарные вещи по дому по бытовухе там купить я не знаю первый мобильный телефон там но я не знаю какие-то простые такие вещи даже когда вы приезжаете подкованным в плане какой-то базовой информации о Канаде то есть знаете как какие-то вещи работают то все равно любая подсказка любая помощь в первые дни очень необходима потому что вы в любом случае какие бы вы не были подготовлены все равно вы теряетесь первые дни вы теряетесь другая страна все новое впечатление вдруг только уехали так сказать с родины расстались с родственниками какой бы это не был положительный или отрицательный это шок для вашего организма поэтому помощь людей любых людей в первые дни для вас будет очень вы будете ее очень ценить это очень даже бесценная помощь которую дают вам люди в первые дни поэтому ребята которые вам дают рекламы о саблите как правило очень помогают на первое время всем новоприбывшим вот поэтому ребята не бойтесь этого саблита вот я думаю что в двух словах я вам объяснила о чем идет речь о какой форме съемок квартиры то есть вы въезжаете вместо кого-то для того чтобы дожить его период этого человека то есть это может быть месяц два три полгода то есть это в зависимости от ситуации того или той или иной семьи в нашем случае это было три месяца мы доживали за ребятами три месяца значит какая у вас здесь есть возможность после того как заканчивается срок на который в общем то вы договаривались о саблите то есть тот же месяц два три четыре полгода сколько бы это ни было вы можете переподписать договор то есть если вы решаете остаться в этой квартире вы можете переподписать договор по на тех же условиях на которых снимали до вас ребята квартиру то есть если если была определенная сумма x то вы можете на эту за эту же сумму снять продолжить на следующий год но будет маленькое условие что конечно вам вряд ли сделают ремонт то есть вы останетесь жить в тех же условиях в которых жили ребята да вот но зато это как правило выгодная цена хозяев и хозяева не поднимают цену по саблету то есть вы снимаете по той же цене это такой большой плюс потому что как правило каждый год цены естественно растут на съем во всем мире и Канада не является тому исключением вот поэтому для вас это будет огромный плюс что вы сможете по той же цене снять квартиру на ближайший там год а в нашем случае было так что мы приехали в город мы прожили в нем три месяца на саблете вместо ребят но немножечко там не сложилось у нас потому что нам была все таки жизнь наша проходила скажем так в центре городе города мы в пригороде как бы поселились поэтому немножко было далеко добираться и первые полгода у нас не было машины то есть приходилось пользоваться транспортом а когда ребенок и в общем то большие очень расстояния нужно пересекать и муж добирался на работу по полтора часа ну в общем это немножко полтора часа в одну сторону это немножечко было как бы неудобно некомфортно потому что вся наша жизнь протекала в городе а мы жили за городом и поэтому мы решили переехать в город и вот эти три месяца которые мы жили на саблете дали нам возможность как бы присмотреться дали нам возможность я немножечко разверну вам ракурс а то вот как бы я в пробке в утренние еду чтобы вы немножко видели другие вещи кроме машин например этот дом который тоже будете долго на него смотреть поэтому саблет вот такой дает вам возможность во-первых понять подходит ли вам этот район дает вам возможность познакомиться со страной в которую вы приехали с людьми осмотреться так сказать понять подходит вам этот район не подходит может быть вам подходит какой-то другой то есть это очень много плюсов в этом саблете есть не нужно бояться но естественно все-таки проверьте где этот саблет в каком городе в каком районе то есть насколько это действительно подходит к вашим требованиям и к вашим приоритетам потому что часто бывает такое что люди приезжают как бы думали что это одно а получается что-то совсем другое вообще в другом районе и на самом деле до города ехать не 10 минут а 2 часа то есть понимаете проверяйте эту информацию но плюсов бесконечное количество в саблете так как вы во-первых знакомитесь с первыми людьми в канаде если вы до этого никого не знаете это люди которые смогут вам помочь на первое время люди с которыми можно обо всем договориться вплоть до того что это могут быть люди которые помогут вам в первое время в плане там подвести куда-то что-то объяснить что-то посоветовать то есть вы уже не будете себя чувствовать совсем одинокими осмотреться и т.д. и т.п. то есть все это мы в принципе обсудили поэтому ребята вот такие вот три варианта как можно снять первое жилье в канаде то есть первое это воспользоваться агентством которое вам поможет второе это второе это отель какой-то да то есть ну это самое элементарное то что приходит в голову любому разумному человеку и третий вариант это саблет о котором мы сегодня очень долго говорили и уделяли внимание так что вот как-то так ну в двух словах могу вам сказать что вот у нас сейчас пришла уже зима вот в монреале в канаде в некоторых районах например таких как калгири то есть провинция альберта уже по минус сорок доходит и большие снегопады у нас в монреале так сказать ну мы отстаем но не надо много у нас в принципе эверич температуры колеблется от минус пятнадцать до минус тридцать снегу уже выпадало три больших очень снега ну вот эта вся слякоть которая на дорогах образуется естественно всегда она вот ее можно сейчас наблюдать ну в общем что еще могу сказать я люблю зиму мне нравится елки припорошенные снежком вообще очень такое новогоднее настроение естественно люди уже все украшают но правда люди украшают крисмасс мы крисмасс не отмечаем в принципе вот потому что росли все-таки в традиции нового года ну что могу еще сказать что касается жилья ну наверное это все просто хочется пожелать удачи и всем кто в этом году собирается долететь до канады милости просим удачи и и